Друзья мои, я представляю снова наших постоянных экспонентов, участников практически всех наших проектов, в том числе и Golden Brand, сейчас будет с чем поздравить. Компания 33 Пингвина и соочередитель этой компании Андрей Федченко, а также генеральный директор Ольга Степика в нашем стеклянном кубе сегодня, во второй день работы выставки by Brand Expo. Спасибо, что заглянули. Первонаперво хотелось бы вас поздравить с вчерашней премией, которую вы получили. Было для вас очевидно, что вы ее получите или вы немножко хоть волновались? Нет, ну конечно волновались. И что значит ожидать очевидного в виде премии? Нет, конечно. Мы работали весь год, распространяли нашу франшизу, мы поддерживали наших франчайзи, делали все то, что является именно самой сутью и философии франчайзинга. Мы работали не для того, чтобы нам дали премию, но мы невероятно рады, что так нас оценили, что то высокое жюри, которое было представлено, дало нам такую оценку. Это здорово, приятно, это накладывает ответственность. Мы понимаем, что эту марку нужно нести высоко, награда достойная, высокая. А вы были представлены во всех номинациях или только в нескольких? Нет, мы были не во всех номинациях. Мы прекрасно понимаем, что совершенно не нужно это делать, нужно понимать свои качества, те аспекты, в которых мы сильны, именно там выставляться. И к тому же еще наши, скажем так, коллеги, которые участвовали в этом конкурсе, в этой номинации, они тоже были в чем-то сильны, у них были свои плюсы. И вот, честно говоря, было прям волнение такое, и очень было неожиданно, хотя мы уже имели сатуэткинзе, номинации. Да, это далеко не первый раз, когда вы получаете подобное время. Это действительно, Ольга Владимировна говорит, это была работа, мы работали на результат, у нас клиенты, у нас и потребители, а награда, результат конкурса, это вдвойне приятно, это плюс. Нам еще приятно, что мы оказались в очень хорошей компании среди номинантов. Мы на самом деле заявлялись на две номинации, мы заявлялись на франчайзи года и заявлялись на франчайзер года. Это совершенно логично, потому что мы занимаемся франчайзингом, и для нас очень ценные успехи наших партнеров, которые работают вместе с нами много лет, и, конечно же, очень важно получить высокую оценку среди франчайзеров. Мы хорошей компанией были, это были Invitro, это были Fit Service, это были все те крупные игроки, которые всегда занимают верхние строчки в разных рейтингах. Это важно для оценки собственной позиции на рынке, для оценки окружения на рынке франчайзинга, кто чем занимается, у кого какой опыт, у кого какие особенности. И поэтому гордо и ответственно на действительно получить эту высокую премию, но при этом очень гордо находиться в этой компании, среди вот этих столпов франчайзинга практически. Я вообще на самом деле, спасибо, Ольга, я на самом деле вам от имени компании еще раз хочу выразить признательность за то, что вы действительно чуть ли не с первого дня существования премии Golden Brand в ней участвуете, а участвовать в ней, ну, надо сказать, не так просто, потому что для того, чтобы участвовать в рейтингах наших, нужно открываться, нужно быть прозрачной открытой компанией, финансово открытой. На это пока способны далеко не все франчайзинговые компании, представленные в России, но, слава и господи, с каждым годом количество этих людей возрастает. Но вот вы были одним из пионеров, да, которые рискнули, выражая вам свою признательность за это. Очень приятно, что вы поучаствовали, и еще раз поздравляю вас с заслуженной полученной премией. Ну, это не столько риск, сколько это модель вообще нашей работы и сотрудничества с нашими партнерами. Открытость – это одно из главных качеств нашей компании и миссии нашей компании, которая звучит так, повышение культуры потребления и повышение культуры бизнеса. Открытость – это достаточно такой существенный аспект нашей деятельности. Если его нет, тогда взаимоотношения ни с франчайзи, ни в сообществе франчайзинга, они непрозрачны, невидны, и очень сложно дальше работать. Это как в человеческих отношениях у любых очень важно. Ну да, да, согласна. Давайте вернемся к выставке. Второй день практически закончен уже. Насколько в этом году хороший идет партнер, качество трафика, который у вас на стенде? Что за люди, откуда приехали? Хорошие ли переговоры уже состоялись? Есть ли какие-то предварительные договоренности? Вот это очень интересно. Качество потребителя, мне кажется, точнее посетителя улучшилось. Как-то стали посетители задавать более правильные вопросы, ожидаемые, существенные. Мы, конечно, традиционно к ним готовимся, к ответам. И не то, что к ответам, да, модель сами по себе совершенствуем. Мы делаем разные, скажем так, решения, выбираем из всевозможных идей наиболее, на наш взгляд, правильные решения для того, чтобы клиент был более стабилен, доход у него был больше. И кроме новых клиентов, нам приходят еще и наши постоянные клиенты, которые видят, что мы заботимся о стабильности, экономической какой-то защите, экономической безопасности, если хотите, вот так. И здесь я вижу заслугу самой выставки. Все-таки выставки в этом году 15 лет – это достаточно серьезный срок для такого большого проекта. Мы практически ровесники российского франчайсинга. Действительно, действительно. И авторитет выставки ежегодно возрастает, и удается таким образом самим организаторам выставки достигать таких результатов через привлечение крупных и большого количества франчайсинговых проектов, с одной стороны. А с другой стороны, вызывать доверие у тех людей, которые ищут для себя бизнес в сфере франчайсинга. И выставка привлекает серьезных претендентов, серьезных кандидатов именно своим авторитетом и тоже тем, что она находится на рынке довольно долго и является результативной. Именно в этом мы видим действительно повышение качества тех кандидатов, которые приходят на стенд в этом году. Это люди с блокнотами в руках. Они не просто пришли послушать, они пришли записать, обдумать, сравнить цифры. То есть это люди, которые задумываются и строят бизнес-план уже в течение переговоров. Поэтому действительно мы очень рады. Огромный трафик, больше, чем в прошлом году. За эти вот практически два дня мы провели десятки переговоров. Из них, да, я уверена, что будут результативные, будут хорошие конверсии. Мы очень довольны, что вы рады и довольны участием. Что вы сами привезли интересного нового для потенциальных партнеров сюда, вот к нам на ByBrand? В этом году мы представляем не просто кафе-мороженое, а кафе-мороженого и десертов. Мы представляем комплексный бизнес для наших партнеров, который будет приносить им доход круглый год. Мы прибавили диверсификационный ассортимент к нашему традиционному ассортименту кафе-мороженого, десертов и коктейлей. Он включает напитки, он включает кондитерские изделия. То есть все то, что повысит их выручку круглый год и снизит вот это вот иногда превратное представление о том, что бизнес-мороженое является сезонным. Мы переоборудовали нашу точку, она стала ближе к покупателю. Она очень нравится давним нашим партнерам франшизи, она очень привлекает тех, кто выбирает для себя бизнес тем, что она выглядит стильно, но очень хорошо так по-европейски. Поэтому мы обновились и внутри, и снаружи практически. Спасибо, Ольга. Андрей Суфч, у меня вот к вам вопрос. Вы в 100 тысяч лет уже занимаетесь мороженым, да? Трудноизмеримое. Да, трудноизмеримое. Я уверена, что вам не надоело, то есть это хороший развивающийся бизнес, которому вы много времени уделяете до сих пор, но у меня вопрос такой. Есть ли какой-нибудь бизнес, в котором вы видите потенциалы, в который вы готовы были бы вложиться в ближайшее время, потому что понимаете, что это будет приносить и доход, и удовольствие? Здесь действительно в нашем деле много куда можно развиваться. Заниматься разработкой непонятных дополнительных каких-то направлений смысла не имеет, потому что здесь, вы знаете, как у нас гораздо больше идей, которые мы не воплощаем, да, в силу того, что мы выбираем наиболее качественные, менее рискованные для себя и для партнеров, клиентов, варианты. Это не только заключается в каких-то вкусах, подаче, оборудовании, как у Владимира говорила, моделях удобства, тюнинга, совершенства. Это еще много других решений. Соответственно, зачем? Здесь есть много перспектив, и мы видим, как на этом поле действуют конкуренты, о чем они думают и так далее. Мы хотели бы предвосхищать некие какие-то события, создавать и как-то быть немножко впереди. Хорошо, тогда... И не только на российском рынке, я хочу сказать. В силу того, что мы занимались, назовем так, совершенствованием модели, да, по пути выяснилось, что мы немножко опережаем и некоторые зарубежные, назовем так, аналоги. В планах зарубежная экспансия, правильно? Конечно, однозначно. Ну, все должно быть в меру, все должно быть высчитано, спокойно и, как говорится, не торопясь. Так же, как мы продвигали франшизу, которая происходит, как вы знаете, из региона, это томская франшиза, созданная в Томске, и таким образом мы региональны экспансии по мере географического присоединения. И теперь мы ходим в Москву, в Санкт-Петербург, и таким же точным образом аккуратно просчитываем и будем выходить за рубеж. Какая первая страна будет? Секрет. Ну, начинайся. Ну что, мы работаем в Казахстане, мы работаем в Беларуси, в этом году мы присоединили к Кыргызстану. Ну вот, пойдем дальше уже. Пока по СНГ, а из дальнего зарубежья. За страны Евразес. Ну, да, вы что-нибудь проанонсируйте, интересно же. Мы заинтересованы в азиатском рынке, в Китае в частности, заинтересованы в Монголии, заинтересованы в европейских государствах. Там есть где поработать, да, есть чем заинтересовать, привлечь, вот, создать более совершенную, уверенную модель для партнеров, да, чем им предлагается на данный момент. Значит, смотрите, очень радует, что есть интерес и с той стороны. Я потому не могу сказать, это для меня тоже секрет, какая первая выстроена. Есть несколько, да, переговоров. Ну, хорошо, ладно. Какую-то информацию мы все-таки получили, она очень интересная. Мы будем ждать новостей более конкретных. В вашем заходе в какую-то другую страну, а лучше сразу в несколько. Так что, если что, мы первые, пожалуйста. Байбренд.ру жаждет ваших новостей. Хорошо. Спасибо вам огромное. Я еще раз представлю наших сегодняшних гостей. Андрей Кетченко, соучредитель компании «33 Пингвина» и генеральный директор этой компании Ольга Степика. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.